Друзья, давайте врываемся, напомню, что пистолетку Зелсис все-таки вытащил в невероятном клатче, сделав 5 фрагов по итогу, но в общем-то 1-0 И напомню, что Клоуд Найн нас начинает за атаку, и Грехаунды за защиту делают упор на втором раунде с юспами на точке Б А эти юспы на точке базы Б сейчас могут сыграть не очень хорошую шутку с командой Грехаун Все-таки они не угадывают в секторе направления атаки на данный момент Да и по идее вообще никак не угадают, уже ничего тут не поделаешь Заход на точку и, соответственно, для Клоуд Найн потраченная расхитка, конечно, грустно Но, с другой стороны, если они без потери пройдут этот экономический раунд оппонента, то будет лишь в плюс Ну, должны, так или иначе, здесь Грехаунды тоже особо не торопятся вперед Стараются именно выбить девайсы на отходе своих оппонентов Но Клоуд Найн скорее сами лезут, более того, еще и фармят с юмпами Вот уже 600 долларов капнул Киашиме Также Клюша получает 600, правда, по голове так же получается И Сраж будет помогать своему тиммейту уже Рудому Ну и забирать одного, второго И последний аркаст против пятерых В общем-то, сложная ситуация Ну, аутематик его должен забирать еще и с юспа 2-0 пока что, кроме первого раунда Клоуд Найн проблемы не испытывают Но, в общем-то, это защита Команде Грехаунд нужно забирать здесь, ну, не знаю, пятерочку минимум А дальше, не знаю, брать все, что опять же, все, что дают ребята из команды Клоуд Найн Пока 2-0 И вот Ауги, кстати Аужички подъехали Ну, давайте рыбачить, так сказать 4 Ауга, это хорошая история РКС, правда, не изменяет Свои МА4, А4 тридцаточки С которой он будет отрабатывать снова Снова два вторых армора Отсутствие деф-китов Это может быть не очень удачным решением В принципе Но, как карт ляжет сейчас, перешу с вами И узнаем Киашим получает минус 50 Рашу удалось на яме в упоре Отловить Мальту РКС под точкой базы B Вместе с Дикстейс Пытается как-то это направление оборонять Ну, Декстер на голове видит, как свапается Давай с Рашу, минус по Рашу Далее Зелсис тоже подставляется Ну, как же Декстер мансует И у него с коннектора еще и Флюша Так, Флюша, там лоу-хп-вый Декстер Слушай, какая ошибка-то сейчас могла быть от Флюша Потому что с него 4 хп И шанс сейчас на то, чтобы он упал спокойно И ситуация была бы хорошая для команды Грехаунд А вот Дикстейсию находит Киашиму, правда? Аутематик на размене мгновенно Есть фраг по Дикстейсии 3 в 2 А большинство за ребятами из команды Клауд Найн Зелсис Ну, вот он пока что никуда не торопится Слышит сейчас, скорее всего, Эркаста Может выйти и в бочину тут настрелять Если Эркаст его первый не зачекает Вот в чем проблема Скорее всего, чекать он его не будет Просто... Просто отходит немножечко дальше В коннектор А игроки Команды Клауд Найн перетягиваются на базу На респу Забирают бомбу И все-таки выход будет под точку А Здесь Зелсис, который пока что никуда не торопится И вот вместе с тиммейтами И с гранатами, с раскидочками Пойдет на заход Там только лишь один Эркаст Который находится в коннекторе Ну, двоих ему тут точно надо принимать И в идеале-то еще и живым остаться Давайте смотреть Эркаст Попытка постреляться с Зелсисом Удачно заканчивается для него 4% здоровья Флюши Фловый Аутематик Но по большому счету бомба стоит Ее Аутематику С снайперской винтовкой Можно просто встать И не пикать своих оппонентов Но Аутематик принял решение Играть несколько агрессивно Какой дикий счет по Эркасту И второго дуда И это Аутематик С АВП Вот так вот Без проблем Каких-либо Триплкил действительно оформляет И Казалось бы Хорошо Отыграл Эркаст Сделал фраг Остался в живых 2 в 2 Можно было работать Но снайпер Не прощает Не промахивается И что мы вот Замечаем Опять же Как Кейс Например тот же В начале Первой половины На прошлой карте Промахивался А вот Аутематик Не промахивается И в общем-то Хороший Три фрага забирает И третий раунд Также команда Клауднайн себе Берет Ну что У нас четвертый Потенциальный Для коллектива Клауднайн Дело в том Что денег нету Более того Там есть какие-то пистолеты Но это закуп До двух До трех тысяч Что значит Что в следующем раунде Мы увидим Закуп от команды Грейхант Раш Настреливает Но ни по кому толком Не попадает Есть небольшой Дамаг Пэркасту Но у него 66 хп Он уходит Живым 5-4 Отличный закуп У Клаудов Еще и Аук Решил Раш забрать Своих тиммейтов Отжать Так сказать Ну и вот теперь Будет с него отыгрывать И уже делает фраг Пэркасту Минус от рашек Пэркасту Это хорошо Но пистолеты Без арморов Сейчас в защите Смотрится не так сильно Убедительно И минус от раша По стейлингу Дали декса Забирает раша Попытка пострелять По математику Декстур живет С деглом Так долго В коннекторе Без кевлара И команда Клоуднайн Потеряла Двух своих бойцов Могут потерять И боли Если дикстейси Продолжит Эту удачную стрельбу С стену орла Но Флюша его находит Да Последний Мальт остается Против троих Сложновато Здесь ему будет Что-либо сделать Может быть какая-нибудь Шальная голова Залетит Ну или в целом Куда-либо Но так иначе Клоуднен заходит На точку Б Бомба будет устанавливаться Ну и Мальта здесь Подбирает Аук Возможно Есть смысл Просто убежать Скорее всего Этим им будет заниматься Даже не будет рисковать Кого-либо Искать на выбивании Ну потому что Денег не так уж и много На руках нету Ни армора Ни вообще чего-либо Но все-таки Решает занять позицию На отходе Своих оппонентов Может поймать Если кто-то опять же Побежит Спасаться Бегствием Именно в апартаменты Ну это может быть Флюша Ну и только лишь Хотя смотри Там все игроки Как раз таки Команды Cloud9 Им найдут в апарты А вот здесь Мальта может их наказать И Мальта готова Стреляет по сопернику Зелся с лоу Хиты Соруга Перезарядка Да И 4 смерти без киллов 4-0 счет на табло И получается Что Cloud9 в атаке Весьма недурно смотрится Хороший начало Для них Они тут действительно Являются фаворитами Фаворитами 98 на 2% Аж такими Хотел сказать Что прям серьезно Серьезно Потом вспоминаю Прошлый матч Где также Фнатики были Явными фаворитами Там было на 1% меньше 97 на 3 Но так или иначе Друзья Ну что тут сказать Серьезно Прямо уже Сенсация У нас В первом же Дне мажора Возможно Если бы было не Бест оф 1 А Бест оф 3 То может быть Команда бы Фнатик закамбечила Но Это если бы ДК бы Друзья Мы Констатируем факт Команда Вичи Гейминг Оказалось Сильнее Команды Фнатики Фнатиков Ну и в общем-то Вот уже Пятый раунд В матче Команды Клаун Грейхаунд Есть у нас Три ауга Мы видели Четыре от команды Грейхаунд В одном из раундов Правда Они не очень Сильно помогли им Может быть Помогут сейчас Давайте смотреть И соответственно Им очень важно Играть в том же Самом направлении Миды Да И смотри Как сейчас Тут целых Тридцать Человека Был изначально Сконцентрировано На стерлинг Какой досадный Промах Декстер Удалось забрать Раша И товарищ Под номером Восемь Утематик Вы просто так Не торопится Плюс флюша Сандера пытается Еще закидать Коннектор Но можно подставиться Под Декстера И флюша Выходит победителем После этой перестрелки Стерлинга Немножечко Поджарили в коннекторе Но отпустили Выход через яму От Зелсиса И все это Очень сильно Напрягает карту Флюша прыгает Рказ это дело Слышит Может наказать И слушай Ну какой-то Очень Не сильно Крутой Сплит выход На Аплант Но нужно Нужно здесь Показывать все равно Хорошую игру Потому что Четыре в четыре Четыре в четыре всегда Раны Ситуация Отличная Ситуация для игроков Команды Атаки Именно для команды Клауд Найн Здесь правда Мальту-то не чекают А Мальту Сауга выходит Убивает одного Второго Киашима вместе с Флюшей остаются Последние Игроки в этом раунде Это ребят из команды Клауд Найнер Каст Может сейчас Да, открыться И сделать фраг По Флюше Киашима Последний Ну в общем-то Под флешку Своего оппонента Здесь будет брать бомбу Но толку-то от этого Мало Потому что Времени просто Не хватает Хотя убивает одного Второго И остается Ситуация Один в один И время Это еще есть Устанавливает бомбу Киашима Сейчас может повторить Ну почти что Успех такой же Какой повторил Ребят Какой повторил Зелсис на первом раунде Видит Дика Стейси Открывается Немножко попадает По нему Через коробку Но и Дик Стейси Киашима Это 5-0 Это 5 килов У команды Уднай на Киашиме 5 на 2 Статистика Для этого товарища Возвращается в игру Сразу же Квадрокиллом Выводя команду Как минимум На лузовый минимум За атаку 5 раундов В какой-то момент Вообще считалось Довольно-таки Неплохим счетом А это только Лишь начало И денег у Грейхаунд Нет Пистолета с арморами У меньшинства Скаут для Декстера И парочка банок На все про все Как минимум На лузовый минимум Именно так, друзья Ну и вот В общем-то 5-0 Очень уверенно А что было бы Если бы все-таки Зелси В самом первом раунде Не потащил пистолеты Вот в чем вопрос Но пока мы видим Очень уверенную атаку Команда Клауд Найн Уже из пятерик Ну и Я уверен, что ребята Не собираются Станавливаться Декстер Тут со Скаутом Немножко не попадает По Киашиме Шанс был Но в итоге Прицел немножко Влево ушел И фраган Здесь как раз-таки Не нашел Минута 22 секунды На таймере Нужно командам Выбирать Вектор атаки Раш Находится в коннекторе Флюша Также пытается собрать Какую-либо информацию Ну вот Нужно выбирать На какой плент идти Потому что времени Все меньше и меньше Понятное дело Что там нету девайсов Но вот По позднему таймингу Команда Клауд Найн Может совершить ошибку Там есть пистолеты Пистолеты очень сильны В близкой дистанции Поэтому если Например пойдут на точку А Там три опорника По поздним таймингам Могут совершить ошибку И заход Пуда плент Снова Отменяется Команда Клауд Найн Решила Свернуть ее Дочки направления Бэбом сайда Но вот что Смогут ли они пройти Того же самого Декстера Со скаутом Минус от мальт По рашу В коннекторе И вся вот эта вот Фейк клу Надо пуда плентом Заканчиваться Есть попадание Декстера по голове Хеш ему упал Далее еще И флюша Забирает экстейси Зелси забирает Декстера И в общем-то Вся проблематика Этого раунда исчерпана Какое хорошее начало Раунда Со скаута И более того Там еще и по Зелсису Было попадание С этого девайса Но в итоге В итоге Вы видите все сами Ребята Пришли с шарта Ребята наказали Ну и флюша Также еще и находит Стерлинга Через окно РКС последний Против троих игроков Команды Клауд Найн Шестой За Облачками Ну и РКС не знаю Если здесь найдет флюшу Конечно может Подсейвить девайс Но флюша ждал Флюша был готов И флюша делает Квадрокилл В этом раунде Шесть ноль Вот друзья Мы замечаем От команды Клауд Найн Такие знаете Немножко индивидуальные Какие-то выпады Очень сильные Потому что В первом раунде У нас Пять киллов Сделал Зелсис Там в следующем раунде У нас Киашима Затащил клатч Здесь у нас Квадрич еще От флюши В общем-то Очень прям На таком контрасте Ребята из команды Клауд Найн Но непосредственно А помимо Ребята также Показывают Хорошую стрельбу И хорошие моменты В тех же Например Раундах Один в два А в три в четыре Ну и что же Занятия Меда Теперь играют В злую шутку Клун Найн И подходят они В упор к Мальте Который находит Первый минск В флюши Далее можно Немножечко Здесь разработать Еще и Зелсиса И раш Размен Окей Три в четыре Осталось лишь Только Напрячь Б плент А тут Дик Стейси Вместе с Декстром У обоих По угу Раш Шарта Не вылезает И раш Ждет на миде Того же самого Эркаста Вопрос Сколько времени Еще Клун Найн Могут простоять Здесь Сколько времени Они еще могут Потратить на то Чтобы ждать Ошибок От оппонента И действительно Защита уже Практически вся Стянулась Ротация будет Защитные секунды Возможно Речь только По позициям Могут не справиться Главное Чтобы они Не пошли дальше Потому что Тот самый раш Который ждет Сейчас позицию Своих оппонентов Ждет поджим Это может сыграть Ну в общем-то Злую шутку Для коллектива Грейхаун Тиммейт Тут пытается Еще прострелить Своих оппонентов Вместе с тиммейтом Который находится Рядом Это Киашима Ну и выход Все-таки будет По точку Б Как я понимаю Так Пытаются тут Подсадиться Ну что ж Это не получается Так Видит ли Дик Стейси Нет Не видят его Он спрятался С Аугом здесь сидит И ждет С Аристократом Замечательным До 30 секунд А вот раш Хорошая позиция Хороший тайминг Но Декстер Его просто здесь В бочину перестреливает Дик Стейси под окном Очень поздно Вечерком Закрывает Ну почти двоих Одно ХП Но уже не одно 6-1 Грейхаун Забирает Первый раунд Очень важный для них Потому что надо Включаться уже В этот Деймираж Если они хотят Хотя бы навязать Борьбу своим оппонентам Но Несмотря на первый раунд Нужно брать серию Потому что мы все знаем И все знаем Как может заканчиваться Раунд выигранный Раунд проигранный Ресет Не за горами Ресет Точно И по идее Риск команды Клоуднайн Сейчас очень высок Да 6 раундов за атаку Это круто Я бы сказал Что им этого достаточно Будет Но хотелось бы Поболее Хорошая пропрыжка Киашим Остается без пятки Тут ничего страшного Можно жить Главное Чтобы По ситуации Дальше Размены Выходили в пользу Для атаки Аутематик Пытается Найти кого-либо На шарту Ну и вот Находят только Хаешку По себе На 52 Очень неприятно Прям ровно К нему залетело Ну и пока Кроме урона Никого не нашел Раш Откидывает смочок В район джангла Также хороший Коктейль молотова На окно Ну и На коннектор Умножится этот смог Стерлинг 0 на 6 Ну вот Скажем так Не все у него Получается Только лишь одна помощь Получилась На карте Демираж Этого маловато будет Чтобы Команду Клауд Найн Перестреливать Но мы видим Очень поздние тайминги От клаудов Что в прошлом раунде Что в этом Они никуда не торопятся В общем-то Если это получалось До 6 раундов взятых То сейчас Вот На протяжении второго Это скажем так Может Опять же Не в идеале Для них сыграть Давайте смотреть Флюша откидывает прям Все что у него есть Коктейль молотова На зачек позиции Там никого В коннекторе нету Ну и Клауд Найн Понимают Что на таймере 40 секунд Нужно уже куда-то Выдвигаться А выдвигаться Будут похоже Что с плитом Под точку Б А на точке Б Есть у нас Мальт С ВП Опенфраг Есть для команды Клауд Найн Флюшен на выходе С коннектор Реркаста Выключает Мальта Ой как опасно Действует Мальта И попадание От автоматики Находит свою цель Теперь уже 4 в 3 Бэплант открыт После размина Декстейси Бомба ставится на шорт И Клауд Найн С развязанными руками Просто и непринужденно Забирая седьмой раунд Да Здесь уже на выбивание Идти никакого смысла Нету Опять же Тем более Мы помним Про тот самый Ресет экономики Который я буквально Минуту назад говорил И вот он будет Только Ресет будет Сопровождаться Вместе с тремя Засавельными девайсами Ну на данный момент С тремя Может быть К концу раунда Немножечко ситуация Изменится Но похоже Что Клауд Найн Тоже не хотят никуда лезть Потому что денег у них Так же скажем так Очень прям В притирочку Теряют одного флюшу Это очень хорошо Для Клаудов Более того Выигранный раунд Может потихонечку Команда Клауд Найн Укреплять свою экономику И в целом Довольствоваться Результатом Пока что для них 7-1 И вопрос хороший Что у нас тут будут Предприниматели Для команды Грейхаун Да Может быть Вот смотри Дик Стейси Может скинуть ФАМАС Например Мальти И будет закуп Да Так и происходит Бай-то нарисуют Но опять же таки Что толку делать бай Если у вас На таких раундах Не удается удержать Ту же самую Б точку Да Условно Команда Клуд Найн Пока смотрится Индивидуально Гораздо лучше Да Нежели Грейхаун Тот же самый Стерлинг По-прежнему Ноль фрагов А это Мейн Снайперская винтовка Для команды Грейхаун Это тот девайс Который должен Брать раунды В соло А вот Его Чё-то Не видно Не видно Не видно Это не то слово Действительно Ну вот Давайте смотреть По-прежнему Два уга У нас у Грейхаун Есть ФАМАСик С М-очкой АВП Отличный На самом-то деле Девайсы Рабочие Девайсы Можно С ними Забирать раунд Но Клоудов Тоже Все хорошо Более того И с раскидками Проблем Абсолютно Никаких Нету У коктейля Молотова У каждого Игрока Команды Клоуднайн Поэтому Раскидать Они здесь Могут Абсолютно Любую Позицию Которую Разумеется Захотят Но Декстера Зачитать Здесь Не смогли Похоже Что И оформляет Он уже Фраг Опен Фраг Очень важный По флюше 5-4 Ситуация В большинстве За игроками Команды Защиты Ну и Нужно Выбирать Клоудам Сторону В какую Сторону Они хотят Свою атаку Выбирать В этом раунде Ну и Мы видим Что на точку А Похоже Что они пойдут Ну скажем так Везде По два игрока Что на Б Что на А И один игрок Находится Ближе Все таки К Б Точке Поэтому возможно Хорошая ситуация А вот Стерлин Какой тайминг Для себя Плохой ловит От мальта И мальта Может быть Показано Посмотри Он в упоре В яме Все очень близко Сейчас Если сплит Сделают Удачный Клоунайт Мальта Хорош Забирает Кеш Он выбивает Бомбу Коннектор Падает А вот Это уже Провал И клуб Найн Знают Почему Это произошло Они не смогли Выбить Игрока Перед ямой Коннектор Вовремя Не смог Создать Напряжение И Три Аплент Восполнении Грейхаунд А тоже Даже Четыре Это очень Даже сильно Но у тематики Есть фраг Перкаст Не думаю Что Это как-то Изменит ситуацию В этом раунде Ну и в общем Да Декстер Вместе с Эрлингом В одну секунду Закрывают Последних Двух выживших Игроков Команды Клауд Найн Это второй Для Грейхаунд Ну и Взяли Все таки Несмотря Ни на что Бай И очень Важный Раунд Для себя Потому что В случае Прогреша Денег бы Там не было А теперь Уже двоечка Какая-никакая Красуется На табло У них И у клаудов Начинаются Небольшие проблемки С деньгами У них все хорошо Ну во всяком случае На этот раунд Точно бай должен быть Есть Но проблемы Смотрите как Друзья Семь раундов То есть А вот бая Скажем так Не очень имеется Есть даже дигл Не нашли на пятый девайс И вот только лишь Гранаты на один заход Поэтому это Скорее всего Будет единственная Раскидка на точку А без фейков И мгновенный Выход на нее Двое с коннектора С восполнением команды Грейхаунд Декстер за смоками Как и РКС Тут ничего поделать Особо не могут Возможно есть Гэп в смоку Но нашимает Дефолтик Декстер Попадает не так уж И сильно Как хотелось И Клуб Найн Без каких-либо потерь Устанавливает бомбы И будут разыгрывать Ситуацию 5-5 Но Обратите внимание Номер 8 Уже побежал на стометровку Это Аутиматик Который прочекает Все Двое на КТ Даже трое на КТ Восполнение Грейхаунд Если замочек Замкнется на коннекторе То быть беде А Декстер смотрит Ну во всяком случае Старается смотреть Сейчас эту позицию Ой-ой-ой Раш хотел выходить Убивать абсолютно всех Но в итоге Его ХЕшка Приковала здесь К одному месту Декстер убивает Аутиматик заходит сзади Но только лишь на один фраг Бомба тикает очень сильно Здесь на Киашиму Смотрит вся сторона Убивает он одного Ну куда же ты Стреляешь Убиваешься Убиваешься Ой-ой-ой И взрывается бомба На этой мапплэнте Друзья Команда Клаунайн Не, ну ты это видел Я это видел Я это видел Киашима Он просто Просто повел калаш влево И последняя пуля Это Это просто нечто Но он зажимал Куда ты видел Как будто ему В последний момент Сказали, что Дружище бомба не там Левее зажимаю Он такой А, левее Так сразу бы сказал Просто перестелял И попал в голову Восьмой Клубайн Забирают И проблема с деньгами Команда Грехал И соответственно Восемь раундов Это уже победа В первой половине Начнем с этого А что будет далее С Грехалдами Непонятно Ведь Штормит Ребят не по-детски И сейчас Практически выигранный раунд Отдают на ровном месте Ркаст Сауга на шарте Пытается кого-либо найти В скопе Но тут Раш особо-то Тоже никуда не хочет Лезть Стоит себе И стоит Все у него Замечательно Минута 20 Есть у команды Клауд Найн Торопиться Скажем так Некуда Ну и вот Откидываются Смачки Все гранаты В этом плане У Клудов Появились денежки На этот раунд Чтобы хорошо Купить гранаты Хотя Смотрите Уже в общем-то Минута времени А граната там не так уж и много То есть есть два коктейля молотовых Есть два смака Это опять же гранаты Только лишь на один заход Ну возможно Коктейль молотовый Еще один можно куда-нибудь Вкинуть Но в целом Не так наверное много И не так Много как хотелось БРК Находит уже Фраг По игроку С никнеймом Раш И есть 5-4 ситуация 50 секунд Команды Клауд Найн Нужно понемножечку Уже выдвигаться И думать Что в этом раунде Могут они сделать Декстер Крадется Крадется через респаун У него тут Киашима будет на пути Возможно даже Они друг друга заметили Но снова Аук выходит С победой В этой перестрелке Дирка Словит флэш Запускает Коннектор Не стреляет Зато Стеллинг Получает информацию 4 в 3 мальта Вот мне кажется Что именно 57-й сейчас Сделает работу Декстер Немножко ошивается Стрельбой И вот 57-й делает раз Декстер делает два А на счет 3 Аутематик 1 в 3 Неплохо А мутрайка Ну и времени тоже Нету качели Друзья Явно качели У нас на карте Дэмираж Последние Сколько у нас тут 1, 2, 3, 4, 5 раундов Команды не могут решить Кто же все-таки Первый Возьмет серию Из двух раундов Ну и в общем-то Это возможно Хорошо Для команды Клауд Найн Потому что они за атаку И вот такие вот Разменчики Это конечно замечательно Правда единственный момент Что у них деньги Кончились Бомбу они не поставили Соответственно Закуп 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 Команды Главное Проверка на прочность Для команды Грейхаунде Сейчас отдадутся Пистолетом То Продолжится Этот шторм На стороне Сероамериканского региона Но Астралийца Немножко С другого направления Но РК Пошел в аркаду Мидо Собрала Утематика Разминат раша Не последовало Зелси С в апартах Зелси Готов Номодиться на дефолт Но Что-то не пошло Что-то пошло не так Это точно Но игры хаунды Могут себя обеспечить Уже четверочку А там и пятерочку За счет экономики Своих оппонентов Ну и вот Да Вроде как Раш выходит Но Флешка Точнее флешка Выходит А Раш уже мертвый Вот в чем проблема Для коллектива Команды Клауд Найн Кашима также падает Ни единого фрага Здесь ребята Не придумали Ну и похоже на Восемь четыре Да Допустим Клауд Найн Уже выиграли Первую половину Но если Сейчас игры хаунды Заберут даже Семерочку Это будет хороший результат Для них Опять же По итогам того Что мы с вами видели Но даже если Минуточку Так Минуточку Простите что перебиваю Но это если они возьмут Ну разумеется Если они возьмут Но я что хотел сказать Я хотел сказать Что мы видели Тоже от команды Фнатик То же самое Что был счет Допустим Восемь и один И вроде как Уже был камбэк И уже вроде Все замечательно Красиво Но ребята За сторону защиты Ничего не показали Вопрос хороший Покажет ли Клауд Найн Но здесь они опять же Выступают уже В роли победителя То есть они сейчас Ведут по счету Восемь четыре Ну и давайте смотреть За тринадцатым раунд Пока загадывать Вперед Не очень Наверное хочется Да и имеет смысла Какой выдавая раш На апартал база В итоге приемка Дефолта От экстра И мальти Минус раш Минус флюша Минус алтематик Минус команда Клауд Найн Защитные секунды Пять-восемь Вот уже пятый Бомба Не смогла поставиться Ну и Похоже на то Что Здесь финишная прямая Для игроков Ну пятерочка Уже есть Скажем так Какой-то минимум Наверное Чтобы за атаку Играть Коллективу Грейхаунд Ну уже Набран Но нужно дальше Пытаться Потому что Скажем так Здесь на мираже Все-таки защита Является так стороной Посильнее Так по идее Ну вот Хотя последнее время Не знаю Уже команды показывают Абсолютно Невероятный Контерстрайк Который ему уже Сами в шоке Какая здесь сторона Является сильной Особенно Что творилось на минорах Так это просто шок Друзья Ну давайте смотреть За 14 команда Клауд Найн Побежал уже вперед Стерлинг Находит фраг по плюше И стерлинг Находит фраг Еще и по Рашу 5-3 Завелся С вместе с Киошим Аутематиком В начале этого раунда Остаются в меньшинстве Против всех игроков Команда Клауд Найн Правда Завелся Находит фраг Но только лишь 1 4-3 Время есть Нужно Наверное Сейчас Команда Клад Найн Скооперироваться Вместе И втроем Выйти Под какую-либо Точку Возможно Именно Камень На Б Плэнси ляжет Удачно Для них Там всего лишь Один опорник От номер 3 Декстейси Парень Очень талантливый Может творить Интересные расклады Сейчас Рискует Занимая Парты Плюс К тому же Прошорт Несколько Подзабывает Но вроде как Саппорт приходит С окна Маркета Если что Парты Можно отпускать Ркас Поможет ему Зачекать Б плэнт Прямо здесь И сейчас Забирает Зелсиса Далее Декстейси Откидывает Флэшер Каста Отстреливает После минусов Аутематику И Киашима Снова 1.4 И один килл Есть Можно и Второго В принципе Здесь Закрывать Но Немножечко Неаккуратно Открывался Кио 30 секунд Времени Маркет Мальта Промагивается 5 хп Айда Киашима Айда А что Я хотел Скать Орех Но нет Нет Пока Нет Нужно Взять Бомбу И уже Ити против Декса Увидел И сейчас Может На тайминге Нет Декстар Все-таки Какая хорошая попытка была НТ Найстрай От Киашима И действительно 8.6 Уже счет Для команды Грейхаунд Хорошая попытка От Киашима Уже видели Что-то такое Но там была Немножко другая ситуация В конце Была запланичная бомба И скорее Игроку Последнему Оставшемуся От коллектива Грейхаунд Нужно было действовать Здесь нужно было действовать Именно Последнему Игроку Оставшемуся Живых У Клаудна Именно Киашими И плюс Нужно сказать Что там Не так уж много ХП было То есть После первой встречи У него осталось Всего лишь 28 Ну и последний раунд Первой половины Друзья Либо 8.7 Либо 9.6 В пользу Коллектива Клаудна Ну и в целом Грейхаунд Уже Хороший счет Имеют Рабочий Поэтому Второй половине Уже Спухли руками Ой Это дуэль Просто Убывает Да Еще и Дикстейси Падает Что с Бэплэндом Сейчас Команда Клоудмайн Кинула Дефолтный Смакана Шорт На ноге Пронеслись По миду В то время Когда Грейхаунд Делали Подсадку В ладуру В итоге Товарищ Стерлинг В упоре От пистолета Отлетает Далее Под Опорник Бэплэн Далее Умирают Еще И Перетягивающиеся Игроки Команды Защиты И все Остается Ничего На Бэплэн Зеркас Такой Друзья А вы Бэплэн Вообще Держали Вот зачем Придумывать Велосипед Сейчас Наверное Нужно Спросить У команды Клоудмайн И она Отвечает Незачем Друзья Просто Флешка Туда Смог Туда Быстрый Заход На точку Б Себя Реализовывает 9-6 Очень неплохо Команда Клоудмайн На самом-то деле Все-таки Забрала Последний раунд Ну и Девяточка За атаку Наверное Это Неплохо Это тот счет С которым Можно Да и нужно Работать А в случае Выигранной Пистолетки И Если Опять же Греха Он завпортит Второй Но это Уже 10 Может быть 11 Или 12 6 Это Уже Сильно Скажем так А сильно Будет если вы Дорогие друзья Поднимите щит за безлимит Более с самым быстрым Мобильным интернетом От мегафона И тогда Команда Клоуднайн Или же Если вы Ярый болельщик Команды Грейхаунгейминг Будете довольны Кстати у нас Два матча подряд Которые Вот прям Один в один То есть Если я говорил На карте Оверпасс Что Много Ну ладно Не много Но есть Разумеется Люди Которые поставили Фнатик на 3-0 Есть люди Которые поставили Вичи Гейминг На 0-3 То здесь Та же Та же схема То есть Есть люди Которые Кстати я Вхожу так же В их число Которые поставили Клоуднайн На 3-0 А есть люди Которые поставили Грейхаунт На 0-3 То есть Здесь Опять же Играют два прогноза Для всех Ну и в общем-то Скажем так Ты поставил Клоуднайн На 3-0 Да-да-да Ребята А в чате Есть еще Те кто поставили Клоуднайн На 3-0 Плюс в чай Плюс в чай Да это Изи Вообще Для клоудов На самом деле Я Жду от них Хорошую игру В первой стадии А во второй Так же Вот Смотри сколько плюсиков Вот Я и минусы вижу На самом деле Минусы есть Но плюс Это сколько Болички Клоуднайн Оба Жду Все Люди знают Ребят Держите кулачки Да Потому что Это действительно Важно Действительно Важно В хорошей форме Ребята Да и в целом Начали Год Тоже очень неплохо Мы видели их Выступление На двух турнирах Двух турнирах Где они кстати Обыграли Даже Коллектив Фейз Немножко Не повезло им в финале Но Но там уж был Гардиан Который мы Все знаем Что там кричал И насколько он Разъярен был Это невероятно Но вот 9-6 Очень много уже Экспрессов Не только экспрессов Еще и ставок На Предикшны Слетело После первого матча Я видел чатик Я видел в целом Эмоции игроков Там в Титере уже баталии Полетели Нередко Там и про игроки Ошибаются Товарищ Моу Тоже ставил Вич на 0-3 Но Не судьба Не судьба Ну а у нас Клоунайне Пока что Реализует Все что Должны И В общем то Наверное Без каких-либо Проблем Ну Скажем так Первый плейн точно Закрывают А там уже Давай смотри Друзья напомню Что на проявлении Трансляции У нас так же Идет КС Там Команда Тайлу Рубится Против команды Виталити На невероятном Потном На чем На инферно А у нас пока что Тут мираж 96 Команда Клауд Найн Будет Зачищаться Против команды Греккаунт Это раз Который Это раз Действительно Который Только лишь один Он отходит Здесь Немножко дальше Ну и Выбивание Это будет Точки А 5 на 5 И смотри Этот раунд От ритейка Далеко Далеко За спиной Есть Кирошима Который Чисто Гипотетически Должен Успеть Помощный Тим Менды Но Раш КТ И Раш Три Вот это Раш Который Против Раша Не чувствуют Этот Раш Друзья 4 в 2 Большинство За команды Клауд Найну Нужны Действовать Немножко Быстрее Чехать Позиции Раш Еще Четвертого Убивает Хорош Декст Рас Но он С ножом Он На пленте Его Раш У него Из Дефуски Ты Время Есть Все Хорошо Клауд Найн Забирают Десятый Раш Просто Сейчас Сделал Раунды Своего Коллектива 10 6 Очень Круто Очень Крутые Две Пистолетки От команды Клауд Найн Это Было Жестко В действительности И Мы С вами Наблюдаем Мы С вами Наблюдаем Что Клуб Найн Выиграет Вторую Пистолетку И Сейчас У Атаки Бай И Уже Просто Откажутся От Идеи Что Либо Дополнительное Приобретать Здесь Лишь Только Пистолеты Без Кевларов Две Флешки Быть Может Даже Какой То Быстрый Выход Была Бомба Значит Будет Денюшка Разумеется Легкая На Третий Причем Хорошая Денюшка Поэтому Решили Ребята Никуда Не Торопиться И Просто На Третий Раунд Ворваться С калашами И Тому Подобное Ну А Здесь Опять же В идеале Какой-то Какой-то Вред Нанести Своим Оппонентам В плане Экономическом Это Возможно Парочку Фрагов Возможно Не знаю Подцейвленный Девайс Еще Какой-то Если Бомбу Успеют Поставить В общем-то Планов Много Но В общем-то Реализовывать Их Будет Сложновато Именно С такими Девайсами А именно С пистолетами Поэтому Вместе С ним Еще Кстати Будет Плюша Ооо Декстер Какую пульчик Находит По Игроку Расу Ну И В общем-то Зелсис Тут Танцует Мансует Плюш Помогает В этот Момент И Похож Что Все-таки Этот Раунд Будет Заходить Ребята Мест Команды Клавная Без Проблем Только Лишь Один Фраг На Данный Момент Ну И Последний Декстер Тот Самый Который Сделал Фраг С Деглом Один В пустыне Они Стани Чек А там Просто Один Раунд Кладнайн Берут 11 6 5 Раунд Разницы Но Вот Только Сейчас У нас Будет Бай Команды Греха И Соответственно Сейчас Они Если Его Не Берут Отдает 13 6 И Вот Следующий Бай В случае Проигрыша В этом Будет Действительно Решающим Во Многом И Хотелось Бо Верить Что Греха На Мираже На Карте Который Они Некогда Выиграли Очень Достойные Коллективы И Я Не Знаю Что С Ними Произошло Возможно Во Многом Не Хватает Стерлинга Снайпера Команды За Защит Это Было Видно Но Ничего Не Поделаешь Ни Одним Стерлингом Команды Греха Не Это Точно Ну Да Как Говорится Почему И Нет Но Все Так Идти Дальше Опасно Мало Ли Там Команды Клауд Найн Один Два Три Игрокам Может Быть А вот Сделался Хорошую Позицию С МП Девятым Нашел Вблизи Встал На Апартах На Точке Б Уже Замешил Свою оппонент Еще и Делает Фраг По Мальте Инку По Бомбе Собрал 4 В пользу коллектива Клауд Найн Похоже Что 12 Здесь Заберут Если Стерлинг Не Включит Режим Какого Нибудь Невероятного Стерлинга Какого Нибудь Жесткого Из Ливерпуля И Заберет Здесь Всех И Вся Но Делает Первый Раунд Теряет Много Достаточно ХП 29 Не Устается Бомб Подбирается Думаешь Можно Убежать На точку А Вообще Он захочет Играть До конца Здесь Ну Какая Попытка Киашима Снова Спасает Этот Раунд Но Куда Смотрел В смысле Он Смотрел Он Убивал Просто Не Попал Я Даже По-моему Не Слышал Что Он Начал Стрелять По Нему Как Будто Он Смотрел Куда Куда Вверх Думал О чем Хорошем Ну И Думал Возможно Показывал Куда Надо Киашиме Стрелять Понял Просто Хороший Наставник Был Киашиме Ну И В общем То Реализует Он Ситуация Опять же Близкий Очень Раунд Что Самое Интересное Который Не должен Быть Таким Потому Ситуация Была 1 в 3 И Опять же Напомню Друзья Что Экономика У Cloud9 Конечно Есть Она Не Резиновая И В таких Моментах Разумеется Нельзя Терять Вообще Ни Одного Ни Другого Потому И Будет Чекать Вот Мальта Находит Уже Фраг Сдегла Дальше Нет Все Тираж Не Ошибается Из Фраг По Декстеру 4 в 4 Ну И В общем То Три Игрок Да Именно На Меду И На самом деле Для Cloud9 Сейчас Очень Важно Не Терять Опорника Под Базой Да Там Никому В принципе Нет Но Вот На Коннектор Встречи Для Киашима Весьма Каста А в итоге 4 в 4 Против Пистолетов Без Армора Превращается 2 в 2 С B Базы Уходит Номер 0 И Помяните Мои Слова Это Раунд Для Команды Грейхаунд Ну Давай Смотреть Давай Смотреть Бомба Будет Устанавливаться Но Тут У нас Уже Просто Раш Там А куда Идешь То Флюша Дружище Если У тебя Там Раш Все Прожал Зачем Ити На С первого раза Все Первый Блинком Второй В общем-то Нормально Все Ну Непонятно Сейчас Действительно Бляд Флюша Может быть Хотел сыграть Вместе Но По итогу Все равно Не будут Играть Раздельно Потому что Он будет Заходить С Китчена А его Тиммейт Будет Заходить С апартаментов Но Давайте Смотреть Так или Иначе Есть Диффуз Киты У одного И другого Такие Раунды Обычно Нельзя Давать Друзья Это Пистолеты Только Лишь Но Бомба Это Уже Стоит И Это Хорошая Ситуация Стерлинг Есть Враг Пафлюше По Мальте Есть Информация Должна Сейчас Слетать Голова Что Я Говорил Два В Два Изи Раунд На Базе Это Клуб Найн Которые Вообще Не давали Никакого Продуху В самом Начале Этого Матчапа А сейчас По Непонятной Вы Не рискуете Ну Как сказать Не рискуете Вы Играете Более Сейфово Что ли Но Вы Отдаете Бэплент И При этом Проигрываете Раунд Похоже На то Ну И Вот Эти Самые Проблемы С Экономикой Для Коллектива Клауд Найн 12.7 Уже Должно Было Быть 13.6 А вместо Этого Мы Видим 12.7 И Выход На Восьмой Похоже Что Над Коллектива Грейхаунд Ну И Такими Темпами Опять же Если Клауд Найн Будут Делать Такие Ошибки Это Прям Обидная Ситуация Будет Для Них Но Пока Что Друзья Давайте Смотреть Есть Депс У Зелсиса Но Больше Девайсов Абсолютно Никаких Нету Поэтому Ну Скажем Так В прошлом Раунде Были Деглы Хотя бы У коллектива Грейхаунд Плюс Они Были Скажем Так С бомбой За атаку Там Немножко Ситуация Поинтереснее А вот Тут Есть Дигл Только Лишь Один У Киашимы И Ну Зевс У Зелсиса Хотя Тоже Можно Что-то С этого Придумать Единственное Что там 5 игроков Находится Под точкой Б А куда Будет Заход От команды Грейхаунд Вот В чем Вопрос Потому Что Зачекали Точку А И Декстейс Идет Именно На Аплент Скорее Все На Аплент Так И Пойдут Да Из-за Того Что Сейчас Рашб Пошел В Флюша Также Умирает И 5 в 2 Восьмой раунд Для Грейхаунд Да 12 в 8 Дорогие Друзья Есть Разумеется Два Пистолета На руках Клауд Найн Но Это Уже Прям Никуда Ни в Какие Ворота Не Залезет Единственное Что Можно Сделать Фраг Сейчас Аутематику Например По Ркасту Но Это Тоже Из Ряда Фантастики Здесь Ркаст Просто Стоит И Фраг Для Него Но Нет Все Так Аутематик Находит Ркаст Правда Стул Не Зачекал Кяшима Последний Можно Попробовать На шорт Пойти За Сэви Девайс Но У него Все Так Первый Армор Наверное Он Не Просто Не захочет Идти Туда Ну И В общем 12 8 Да Более того Не теряет Он Ни один Процентик Первого Армора Значит За 350 Сможет Себе Докупить Второй Если Захочет Опять Против Атаки Ну Что 12 8 4 Раунда Разница Между Коллективами Денюшка Разумеется Будет И тут Вот Такая Магия Чисел Четыре Раунда Между Коллективами Четыре Раунда Нужно Команде Клавное Чтобы Закончить Все Это Дело На Карте Мираж А там Нет Смака В окно Да Там Нет Закупа А тут Лишь Только Пистолеты И стак Куда Плентом Теперь В коннекторе Три Игрока И надежда На то Что Снова Наступит На грабли Грейхаунд А те Спокойно Играет Отмина Приемка Одного Второго Третьего Ркаст Уже Не забревает Но Это Неплохо Ведь Есть И Фа Что Четыре Было На коннекторе И Можно На Б В принципе Лететь На Плюс Так Четыре Ф3 Большинство Он за Ребята С командами Грейхаунд Кешима Будет Их Немножко Дальше Но Уже Есть Какой-то Фраг Это Уже Неплохо Ну Давайте Смотреть Дикстейси Вместе С терлингом Доврем смотрят Одну Позицию Наверное Интересно Декстер Смотрит Опять же Спин он С точки Амбом Подбирается И будет Идти Куда Либо Тут Не знаю Нужно Максимум Приложить Ну И вот 50 секунд Не знаю Как тут Нужно Зафейлить Команде Грейхаунд Чтобы этот раунд Они не взяли Потому что Они двигаются Похоже Что в сторону Точки Б Здесь Только лишь Один Раш С 5-7 Если Как-то Не знаю Там Накинут Себе Флешку Сами Втроем Ослепятся Ослепнутся В общем Давайте Смотреть Вот Это Возможная Ситуация Раш Убивает Дикстейси Но Это Только лишь Один Убили Тоже Неплохо Да Не Ну Двоих Та Убили Это Прекрасно Да С другой С другой С другой С другой Отдает Тоже Девятый И там Парочку Раундов Еще Сверху И можно В общем Доскать Что временная Ничья Нас Настигнет Мне Это Очень Скажется Странным Клубной В атаке Очень Бодро Начали Будут Еще Тоже Довольно Таки Серьезный Прозреву Кажем Удалось Внести АК 47 И Товарищ Флюша Если Еще Тоже Выживет То Все Вообще То Останутся Неплохо Поднакачаны Так Яшима Забирает Калашик Флюша Забрал Авик Еще И Мальту Забрал С собой Ну Вот Мы Видим Да То есть Команда Грейхаунд Выигрывает Раунду Но Несмотря На Это Теряют Достаточно Много Девайсов То есть Больше Половины Даже Девайсов Сейчас Было Потеряно Кликтива Грейхаунд Еще и Клоуда Забрали Себе Два Девайса То есть В целом У них Все Замечательно Прекрасно И красиво Поэтому При счете 12-9 Команда Клоуд Будет С хорошим Закупом Идти Вперед А ведь Все Могло Быть 13-6 И Сейчас Уже Мы Могли Наверное Думать О Следующем Матче Но Мы Помним Тут Самый Раунд Два В Два С Пистолетами В общем То Как обычно Как обычно Команда Грейхаунд Хорошо Отыграла С деглами И В этом Плане Забрала Свою Девяточку Но Дальше Нужно По-прежнему Проявлять Хорошие Действия Удивлять Своих Оппонентов Потому Что Ну Окей Девяточку Взяли Но Нужно Еще Семь Взять Вот У Клоуд Тут Есть Конечно Флешка Раш Она Накидывается Он Здесь Пытается Кого-то Найти Ну И На Смаку Если Что Постарается Уйти Работаем Работаем Очень Даже Серьезно Здесь Заход Под Яму И В итоге Выход В Доплен Киашима С Рашим В этом Направлении Будут Перекрывать Кислород И Доступ К К Асайду Но Раш Проваливает Приемку Киашима Далее Ведет Попытки Пострелять Но Все Молоко Оставляет Дикстейси На лохе Так Оставляет Мальту Без ХП Но Они Живы А Киашима Если С Рашим Уже Нет Я Утематик Пытается Перевернуть Эту Ситуацию Ввести Свою Команду Хотя Бо Вовременную Ничью Но Бомба Установлена Под Слэшки Работает Дикстейси И Утематика Сблайнди Дается Забрать Дикстейси Ну что-то Какая-то Вообще Невероятная Проблема У ребят Из команды Клауд Найн С приемом Точек Если бы Сделали По фрагу Это было бы 5 в 3 Уже И Совершенно Другая ситуация Но теперь Только лишь После фрагов От утематика 3 в 3 Нужно действовать Будут ли они действовать До конца Похоже что будут Утематик еще и третьего Забирает Там Эркаст Вместе с своим тиммейтом Бомба Не совсем То Самое Интересное Под него РК Перестреливает Плюшу Дальше Перестает Депутить Там Убивает Его Нужно идти Депутить Бомбу Почему Бомба Не Депутится Клауд Найн Потому что Проигрывают Этот Раунд Друзья 12 10 Ага Теперь Задумайся 12 10 Задумайся 1% Пиком Челленджер Ну нет Ну нет Мне кажется Главное Все-таки Выиграют Но Что-то Вот Микромоменты Один Дожимает Оставляет Ему 90 ХП Ну что это За зажим Вы видели Друзья Это Не зажим Коллектива Который Хочет пройти 3-0 Хотя Не знаю Тут Не будем Сравнивать Фнатики Тоже Должны Были Но Единственное Что Они уже В 0-1 Небольшой Сеточки Свои Замечательные Но Давайте Смотрим Дальше Опять же Есть Закуп Был Засейвленный Девайс ВП Киашима Против Декстера Очень Интересная Борьба Тут Правда Киашима Не будет Дальше Идти Майнгеймсы Друзья Небольшие У нас Тут В коврах Но Не знаю Кто пойдет Кто не пойдет Там Раж Начинает Пушить И догадываться Что скорее всего Здесь кто-то Есть Один Киашима Все-таки Оказывается Сильнее И Первый фраг Для него Есть 5-4 Вот она Возможно Хорошая попытка Чтоб начать Но Мальта Так Не думает Мальта На самом деле Сейчас Будет Стараться Спасать Положение Для своего Коллектива Проход Под базу Бау Клуд Найн Здесь Всего Лишь Один Аутематик Это Не Пробил Называется Простонародье А вот Сейчас Есть Пробитие По Ир Касту И Можно Опять Он Отдает Плэнт Да Он Вроде Как Дело 4 Горит 50 Кп У него Остается Ну И По сути Да Но Если Под Флешку Как То Залететь Тут Еще Флешка Очень Много Времени Съедает Стерлин Хорошая Позиция В целом Его Здесь Могут Не Зачитать Вот Она Флешка Но Не Слепой Дик Стейси Мальта Убивает Еще И Раша 3 В2 Не Уже До свидания Вы Не Выйдете 90 Возьми 1 А то И 2 Забирает Потом Человек Еще Саппартов Или За Бэксайда Дверь Забирает И Все У Вас Просто Нет Возможности На Ритейк Нет Времени 0 Помощи 12 11 Дом Удивляют Коллективы На самом То Деле Еще Как Удивляют Клоун Найм Ошибки Опять же Делают Которых Наверное Не Должны Допускать Ну Вот Грейхаунд Уже Сравниваются Почти Что Сравнятся С своими Оппонентами Буквально Один Раунд Разницы Между Грейхаунд И Клауд Найн Ну Давайте Глядеть Как Это Все Развернется Соответственно Есть У нас Закуп По-прежнему Видимо От команды Клауд Найн Есть Четыре Девайса Еще Один Возможно Будет С пистолетом Но Возможно Что-нибудь Ему Оформят В виде Фармган Но В итоге Оказывается Что Денег Хватает И Без Фармганов Есть Хорошие Закупы Четырех Винтовок И Снайпер Скай Ну И Давайте Смотреть Как Они В этом Раунде Отыграют Но Скажем Так Последние Сколько Тут Пять Раундов В общем Тегры Хаунды Оказываются Победителями Хаунта На самом Деле Уже Подкрались Один Раунд Разницы Один И Это Далеко Не Конец Просто Склуб Наверное Что Тут Не Так Прискать Ты Правильно Отметил Ребята В плане Изидуального Скилла Они Ну Не Должны Проседать В таком Вот Сильном Сильном Формате Что Ли Зак Т Где То Лишний Раз Подпушат Где То Не Совсем Прочитают Направление И Мы Получаем С Вами Сейчас Хаунт Раунд Восполнение На Меди И Всего Один Опорник А Плэнт От Команды Клоуд Найн Простите Но Это Раш Который Несколько Раз Уже За Фейлил Ну И Выход Тот Самый Пойдет Смог Легкий Кеши Моно Делает Опен Фраг Да Допустим Мы Это Уже Видели В Прошлом Раунде Что Будет Дальше Давайте Глянем Буквально Через Пару секунд На ваших Экранах Коктейль Мол Не Самый Лучший Закидывается Он На Сити Ну И РК Сместе Со Стерлингом Будут ли Они Заходить Тут Флешка Залетает Раш Есть Фраг По Стерлингу Уже Пять В Команды Грэй Хаунд Все У них Хорошо 8 7 6 Тысяч Это Все Замечательно А вот Если Они Возьмут 12 То Там Уже Будут Ресет Для команды Кладайн Денежка Будет Но Это Может Быть Последняя Денежка Для них В следующем Раунде Поэтому В целом Для Грэй Хаунд Еще Ничего Не Потеряно Одали Раунд Проиграли Битву Но Не Проиграли Войну А Война На самом Деле Может Оказаться Очень Долгой Этот Матчап Может Стать Весьма Весьма Много Обещающим В плане Красивых Хайлайтов И Смотрите Видим Мы С вами Историю Касательно Да Вроде Как Клуд Найн Взяли 13 Но Если Сейчас Грэй Хаунд Возьмут Этот Раунд Следующий У Клуд Найн Проблем С Касту Здесь Мил Сатраша По Мальте И Просыпаются Те Самые Клуд Найн Которых Мы Видели В самом Начале Первой Половины Декст Си Декст Вдвоем Против Четверых Бомба Подаплента Под контролем Клуд Найн И Все Они Отрезаны Атака В западне Тут Мне кажется Именно Ошибка От команды Грэй Хаунд То есть Как-то Они По Одному Выходили Тут Еще Ничего Не Потеряно И Если Б Декст Декст Делал Фраг По Киашиме Так Вообще Ситуация Была бы 2 В 2 И Это Можно Было Еще Тащить На самом деле Но Все Таким Мы Видим Что 50 Секунд Остается 14 Раунд Похоже Что Клод Найн Себе Заберут Но С Какими Действительно Опять же Ошибками От Одного И Другого Коллектива Если Б Грэйхаунд Играли Именно Те Раунды Победные Раунды Которые Они Делали Вот Буквально Пару Раундов Назад То Я Действительно Ставлю По-прежнему Под вопросом Эту победу Так Подождите Декст Ну Немножко Не повезло 14 11 Денег Нету Ну И Вот Это Финишная Прямая Для Ребята С Команды Клауд С Деньгами Трудности Грэйхаунд Сейчас Действительно Теряют Возможность Сравнять счет И как минимум Держаться На плаву Ведь да Действительно Правильно Ты отмечаешь Нет денег А деньги За атаку Нужны Как ни крути Пистолеты Без арморов Один Смог Цзшка С кевларом Для Айркаста Каши Из топора Вы не сварите Будьте Уверены Ну И Решаю Все таки Команды Грэйхаунд Оставить Немножечко Денег Себе на 15-11 Разумеется На последний раунд То есть Будут отыгрывать Именно скорее От варианта Ничьи И возможных Допов Чем от Вот прям 16-14 Кровь визносу Но мы сейчас Закупимся И все будет Нас замечательно Возможно Правильное решение Потому что мы видели Уже команду Грэйхаунд Которые очень неплохо Отыгрывают с деглами С пистолетами И все у них замечательно Но здесь правда Киашима Который уже Палит страты Своих оппонентов Люша Находит фраг по стерлингу Котель молота Также хороший Кладется Под метро Ну и вот Есть информация Всех Заходит также еще и Флюша Под флешечку будет заходить Здесь Киашима Без проблем Также Ой-ой-ой Хороший Просто тир Для него 15-11 4 матч-поинта Все-таки Для команды Клауд-9 После очень большой Серии Для Грэйхаунд Казалось бы Что потеряли Нить игры Уже Клоуда Но все-таки Вовремя успели Проснуться И самое что Интересное Наверное стоит отметить Что мы не увидели Ни одной тактической паузы Ни от кого Ты залить табуляцию Можешь Просто Обратите внимание Друзья Киашима 24 на 11 Этот парень Не просто платит Да вообще Вся команда Клудная Смотрится Очень интересно Вспоминаю Даже ту самую Пистолетку Отзелсиса Да Саисом Они все Стараются Все понимают Что стартовый матчап Нужно выигрывать А стейлинг 9 фрагов Я понимаю Что он-то тоже Старается Но Это мейс Снайперская винтовка И быть в лоутабе Это не есть хорошо Ну и вот Флешечка Флеша Откидывает Для Киашима Киашима Врывается Убивает одного По второму Информации нету Но какая разница Если уже сделал фраг Можно отойти А можно пройти дальше Потому что казалось бы Кто его здесь ждет Со второго раза Да никто не ждет Киашима Это тир для этого парня По прежнему Просто этот мид Это его Стезиан Стерлинг Есть фраг по Киашиме 4 в 2 Для клоудов Хорошая ситуация была Для того чтобы закрыть Единственное что Сделал сейчас куда-то Полез наверное Куда не должен был лезть И в итоге Мальта находит фраг И более того Врывается еще на точку Б Давая информацию Что никого здесь нету Если там не перехватит Сейчас игрок Под номером 8 А где он находится Нет Он находится на шарте Поэтому не перехватит Нет все таки перехватит Утематик есть фраг по стерлингу Остается последний Мальта И все таки Клауд Найн Выигрывает своих оппонентов С счетом 16-11 Друзья Сенсации второй подряд На нашем Канале не будет Да Действительно команда Клауд Найн Выигрывает свой матчап Заслуженный или нет Уже ну наверное Придется поговорить нам В постматчевой Какой-то такой знаете Аналитики Каждый сам за себя Все таки на втором канале К сожалению у нас нет Своей студии аналитики Но я думаю Что вы остались довольны Этим противостоянием Потому что очень много хайлайтов Очень круто играли Эти и другие Но как я уже и отметил Стеллинга не хватило во многом Дикстейс тоже Далеко не в лучшей Своей форме И карта Де Мираж Для Клуб Найн Казалась победной Друзья напоминаем Что это Интел Экстрим Мастерс Катаица 19-го года Мажор Дисциплиник Вонтерстрайк Глобал офенсив Студируха Дело освещает Андрей Нишарет И Декрегин На микрофонах Или у микрофонах И как бы Дано Небольшая музыкальная Рекламная пауза Друзья А вы пока что Можете глянуть На первый канал Там у нас тоже Очень крутой протест Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому